КОНЕЦ 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 Мерседес, я потерял бездну времени, но к несчастью не могу тебя обрадовать. Фараон погиб, теперь это доподлинно известно. Кто тебе сказал? Комендант Порта. Это неправда, я никому не верю. А уж твоему коменданту беды невзгоды мерещатся повсюду, с тех пор как его жена изменяет ему. Что бы ни говорили, а я уверена, Дантес вернется. Неважно, но так или иначе, ты все равно будешь моей женой. Ты так думаешь? Уверен в этом. А я упрям, как и все из рода молодого. Та же кровь течет и в моих жилах, ведь как-никак, а ты мой кузен. Всегда я добьюсь своего мерседеса. Как я уходил в армию год назад, помнишь? Одни дырявые башмаки, а в руке палка. А теперь я вернулся в отпуск в мундире лейтенанта. Наполеон именно с этого начал. Наполеон дал тебе эти палеты. И тем не менее, ты поклялся верности Людовику. Но Бонапарт, юный лейтенант Бонапарт сам присягал одному из них. Ведь успех это игра. А в игре надо уметь передергивать. Так и женись на богатый, сорвешь банк. Нет. Нет, мне нужна ты и ты будешь моей. Увидишь. Ты станешь королевой Парижа. Королевой Парижа? Мой бедный Фернанд, ты все такой же сумасшедший. Ну а ты разве разумно? Каждое утро летишь в порт встречать корабль, который никогда не вернется. Позволь дать тебе один совет. Гляди пореже в ту сторону горизонта. Господам из префектуры это не очень нравится. Капитан, мы вам хотим сказать кое-что. Что? Что мы довольны. Чем довольны? Ничем, просто так, довольны. Капитан Дантес отклонился от курса. Капитан Дантес направился в гавань. Ну что ж, опоздаем на трое суток, подумаешь. Мы уже на пять опоздали. Ну что поделаешь, он первый помощник, а я второй. Не сцепни на корабле до меня превыше всего. Эй, вы! Уже собираетесь на бал? Сперва надрайте палубу. Предупреждаю вас, капитан на берегу, я вместо него. Сидеть вам 15 суток в карцере. Испробуйте, капитан. Фу, превосходно! Ставлю бочуру тому, кто объяснит, зачем мы сюда забрались. Что-то нечисто. Ваше превосходительство, вы ждете капитана Дерневилля, он умер в пути. В самом деле, перед смертью капитан Дерневиль просил меня выполнить его последнюю волю, передать этот пакет в ваши руки. Храбрый Дерневиль, а я хотел просить его в одной услуге. О нет, уверяю вас, никакой политики. И напрасно думают в Париже, что мы заговорщики. И вот доказательства. Читай. Да-да, читай. Месье, мы рады вам сообщить, что согласно вашему заказу, 50 бочек красного вина и 50 белого будут отгружены нашим поставщиком в Ливорно. И вы сможете их получить в Париже, как мы надеемся, 20 марта. Как видите, мы занимаемся только коммерцией. Но, господин маршал... Я как раз хотел просить моего старого друга капитана Дерневиля доставить этот пакет нашему заказчику. Я обещал капитану, что передам от него пакет. Он у вас. Моя миссия окончена. Ну что ж, забудем об этом. На, караул! Продолжайте, господа. Вольно. С тех пор, как на французских кораблях флаги с королевской ливией, они делают круг только вне заходить на Эльбу. Неужели пять пушек и 500 моих гвардейцев внушает им такой ужас? Сир. Как приятно увидеть французского моряка в этой двери. Как вас зовут? Эдмон Дантес, капитан фараона. Дантес. Я знал одного Дантеса. Он был... Он был... Тамбур-мажор седьмого полка, сир. Это мой кузен. Припоминаю. Самый смелый мальчик в моей армии. Надеюсь, он награжден? Нет, сир. Моя вина. До свидания, Дантес. Вы на фараоне, вам повезло. Я наблюдал за вами. Отличный корабль. Чей он? Мсье Морелли, сир. Прекрасный хозяин. Передайте ему привет. Я передам пакет вашему клиенту. Вы забыли написать адрес? К вам придут за пакетом. Кто знает, что он у меня? Это так понятно. Ведь вы заменили Дарневилля. Но как зовут этого человека? К вам придет мсье Нуартье. Нуартье? Будь мой друг. Снимайтесь с якори, и послезавтра вы в Марселе. На писачку пыль. Чакурь, тот точист готовит. Т. А. Т. 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 Мисси Борель, вот здесь, причаливай. Мисси Борель, он в гавани. Кто в гавани? Кто? То есть как-то, фраон? Фраон? Тарна, фраон вернулся, я была уверена. Идем-ка вместе, нечего дуться, а то я подумаю, что ты меня ревнуешь. Нет, меня нет тогда. Деданцет! Деданцет! В чем дело, детка? Ну, что же ты молчишь? Только вы не волнуйтесь, поверегите свое сердце. Он здесь? Да, он уже в порту. Но ведь вы не можете прямо так держать. Где шляпа? Живее хватит. Ах, вот она. Все ток, скорее. Дед ваш галстук? Да-да. Хорошо, что я знаю, где лежат ваши вещи. Так, вот галстук. Я один из по дороге. А где моя тость? У вас в руках. Пикняка Тарновик. Какое несчастье. А груз в полной исправности? Докладывает. И ведь теперь капитан. Груз в исправности. Вот бумаги. Я проверял. Все точно по списку. Да. Месье Дантес, там на пристани ваш отец. И там, наверное. Но я не передал вам судовой журнал. А мне не за чему его читать. Вы мне все рассказали. Бегите же скорее. Вы все же взглянули бы, хозяин. Почему это? Рейс обычный? С какой стати зря время терять? Тем не менее, вас кое-что поразит. Что именно? Это что за новости? Вы позавчера в открытом море легли в древ? Не совсем в открытом море. Там был небольшой островок неподалеку. Речь шла как будто о каком-то письме месье Дарне Виле. Я надеюсь, вы поняли. Да, Дантес выполнил волю старшего в чине. Дисциплина на корабле самая главная. О, безусловно, я и сам люблю это повторять. Но правда прежде всего. Вы же знаете мой характер. Примотаю честность во всем. Очень трудно себя переделать. Через два дня помолвка, а через неделю спать. Послушать его, будто это он сам женится. Это почти так. Последний год мы ни на минуту не расставались. О тебе все говорили. О тебе и, разумеется, о Виктории. Кто это Виктор? Я выбрал это имя для вашего первенца. Мальчик мое единственное условие. Нелегкое условие. Да, я настаиваю на мальчика. Он все расколотится. Такой сорванет чертенок, Виктор. Эдму, ты не забыл, что ты мне обещал день отпустили? Что мы отпразднуем помолвку в день приезда. Мы сегодня же отметим это событие. А, Дантес, я вас ищу. Мсье Морель, знакомьтесь, моя невеста. Мы давно знакомы. Весь год мы только и делали, что обсуждали свадебный обед во всех подробностях. Поедемте, я вас подвезу. На корабле еще так много работы, таможни. Хадрус займется таможней. Одному не справится. Ничего, пусть попыхтит немного. Едемте со мной. Я приказываю. Элька, друг, мы ждем тебя вечером. Приду непременно. Вот так всегда все заботы на одного. Он родился в сорочке, но не везет. Не осталось ли у тебя немного того белого вина? Теперь все уже на замке. Да и таможенники пришли. Приступай к роли капитана. И все, и вы пошли. Он протянул мне руку. И пожал? Крепко пожал, вот так. Но он спросил о фараоне? Даже просил передать привет его владельцу. Значит, он меня знает. Разумеется, ведь он даже добавил. Еморель великолепный хозяин. Какие слова не забываются. Только вы дожите воскликнуть. Да здравствует император. Да здравствует новобрачный. Что, плохие новости? Нет, это Фернан, я говорила тебе. Он пишет, что уезжает сегодня. Да. Внезапно собрался вниз. Как бы его нам задержать? Вы ведь еще не знакомы. Идем. Извините. Господин Королевский прокурор. Что дальше? Что ты так выводишь, кадрус? Я не привык писать левой рукой. Слуга и преданный друг трона у церкви хочет вас предупредить. Это правда, что все смеялись? Еще как. В особенности Дантес. Он сказал, этот кадрус станет капитаном, когда рак свистнет. Ну, будет он меня помнить, что некий капитан Эдмон Дантес на судне Фараон. Адмирал, еще бутылку. На судне Фараон. Далее, как два дня назад. Постой. Что? Ну, это ведь анонимно. Да, но ты правду пишешь. Разве не откадрус? Конечно, но все-таки... Что? Хотя, правда, не нуждается в подписи, ведь правда священная. Хватит, и так перебрал. Не твоя забота, пусти. Говорят истинно, на дне бутылки и самые отъявленные лгуны те, кто пьют воду. Заходил на Эльбу. Они идут сюда. Придумай, что хочешь. Я не желаю их видеть. Добрый день. Господин капитан. Ну, полно тебе. Ведь мы с тобой друзья. Скажите, Мсек, Адрус, вам тут не повстречался лейтенант артиллерии Ферлан Мандего. Вы его знаете? Да, видел. Но немного мы опоздали. Он отправился на случайные повозки в сторону Нима. Очень жаль. Придется праздновать без него. Ты огорчена. Я ему припомню. Присаживайся, выпьем вино. Ты будешь пить сегодня всю ночь. С какой радостью. Ты нам не откажешь в небольшой услуге? Вы будьте у нас шафером на свадьбе. Ну, что ты молчишь? Вы согласны, Мсек, Адрус? Смотри, от зависти не может слова сказать. Решено. Не правда ли? Это большая честь. Я приду, разумеется. О чем говорить? Спасибо, старина. Можно вас поцеловать, Мсек, Адрус? Ну, конечно, можно. До вечера. Чего ты меня попрал? Нет, ни слова больше не прибавлю. Что так? Совестно. Я только что жал ему руку. Левая рука не ведает того, что делает правая. Не могу. И на помолвку пригласили. Она еще лучше, чем год назад. С такой красавицы не соскучишься. Скотина. Они ушли к морю. Наверное, как много указывается. Заходил на Эльбу. На означенном острове он ездил навстречу во дворец Кузурпатор, где получил пакет. Ну вот, и конец. И ты веришь в гадание по руке? Конечно. Ведь в этих линиях твоя судьба, наша с тобой судьба. И все правда. Все правда. Я не смогу предсказывать, если ты все время будешь мне от слова. Сегодня не надо будущего. Я счастлив настоящим. Шрам? Отчего это? Да так. Неосторожность? Нет. Не надо спрашивать. Ну, не буду. Не буду спрашивать. Эдмон. Я сама это сделаю. В день твоего отъезда такой страшный сон приснился. Я проснулась в слезах. И чтобы отвратить несчастье, разрезала ножом руку. Мне так надо было, чтобы ты вернулся. Но ты не будешь надо мной смеяться. Существует поверье. Порежься до крови, чтобы сон не сбылся. И вот ты не вреди. Узнаешь? Узнаешь, что он играет? Когда тебя не было здесь, стоило мне услышать эту нашу песенку. И как будто мы не расставались. Пора возвращаться. Зачем? Здесь так хорошо. Но ты забыл, милый? Скоро начнут собираться гости, а нас с тобой не будет. Скорее, скорее. А что, если я тебя сейчас украду? Целую неделю вдвоем в каком-нибудь тихом, всеми забытом уголке. Мы так и сделаем, милый. Ровно в полночь уедем в дилижансе. Да, 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 да. Вы всегда оставляете дверь открытой? Всегда? А что? Здесь живет месье Дантес, новый капитан фараона. Вы не ошиблись? У меня к нему дело. К сожалению, у него сына не дома. Не оставлял ли он для меня письма? Меня зовут Нуартье. Нет, кажется, ничего не оставлял. А может быть, записку? Я спрошу у его невесты. Мерседес! Мерседес! Что случилось? Эдмон не оставлял тебе письма для господина Нуартье. Ничего не оставлял. Ну вот, вы слышали, вам придется зайти позднее. Ах так. А что у вас за торжество? Помолвка, помолвка. Для такого шага в наши дни нужно немало отваги. Не буду вам мешать. Если позволите, зайду позднее. Конечно, конечно, заходите. Он скоро придет. Месье! Месье! Я позабыл ваше имя. Нуартье. 52 года, черный ленингод, застегнутый до подбородка, темная шляпа, разведка почетного региона. Как его имя? Он менял имя на каждой станции. Так вы и не узнали? Не удалось. Я неотступно следовал за ним от самого Парижа. А цель его поездки Марсель? В этом я убежден. На последней станции он не менял лошадей. Хозяин станции, один из наших осведомителей. Я знаю. Кто же этот человек? Агент узурпатора. Еще один? Да. В Париже встревожены. Все пути ведут в Марсель. Сам министр этим заинтересовался. Сам министр? Да. Я получил инструкцию обратиться к вам за содействием, несмотря на то, что ваши связи не внушают доверия. Речь идет о родственных? Ну да. Ваш отец был генералом империи. Но я с ним почти не вижусь. Нам это известно. А кроме того, моя невеста, дочь маркиза де Саммера, а его прошлое не вызывает сомнений. Да, месье Девельфор, этот ваш шаг при дворе оценивается очень высоко. Я иду на это по велению сердца, а также и зрелых убеждений. Саморядочный человек не отделяет одно от другого. Разумеется. К тому же власть корсиканца не принесла мне особых радостей. Как и мне, коллега. Я не вопил, да здравствует император. А я терпеть его не мог. В таком случае мы можем рассчитывать... Друг на друга. Друг на друга. Друг на друга. Другagara. Опять? Отец, вы не должны сюда приходить. Что поделаешь, улица Марселя так пустынная, что приходится искать убежище, где попал. Даже в рабочем кабинете своего сына. Ну и жара-то. Вы не заметили, следили за вами? Конечно, моя прогулка интересуется. Но когда я подошел к этому зданию, которое неизвестно почему называет дворцом правосудия, во мне вдруг заговорили мои отцовские чувства. Я вспомнил, ведь здесь мой сын, правая рука прокурора, месье Нуартье. Девильфор. Девильфор, если тебе угодно. Решительно не могу привыкнуть к этому имени, которое ты с такой легкостью добавил к моему. Я хотел порвать с вашим бонапартистским прошлым. Вам известны мои взгляды? Да, превосходно. Они целиком зависят от последнего выпуска официального бюллетеня. Но мне, к несчастью, известны и ваши. Вы заговорщик, судя. Безусловно. Не выдать вас значило бы стать изменником. Изменником? Не употребляй слов, смысл которых тебе не пора. Простите, у меня своя точка зрения. Точка зрения? Немногим же ты обзавелся. В твоем положении нужно иметь, по крайней мере, две точки зрения. Одну для обихода, а другую про запас. А кроме того, твоему отцу угрожает опасность в день твоей помолвки. Вообрази лицо маркиза, когда он прочтет в утренних газетах. Арест отца помощника прокурора, месье Нуартье. Девильфор, 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 как ты меня бесишь своим Девильфором? Впрочем, сегодня это может пригодиться. Благодаря двойному именем, месье Девильфор может спасти месье Нуартье. И он это сделает. Император ведь может вернуться, и генерал Нуартье спасет месье Девильфоро. Не трусь, сынок. Открой. Хорошо, идем. Сын должен, прежде всего, думать об отце. Вот туда. Хорошо. Простите, что мы беспокоим вас в столь поздний час. Мы напали на след весьма подозрительного человека, который не нашел ничего лучшего, как спрятаться во дворце юстиции. Это дурная шутка, господа. Вы находитесь в кабинете помощника прокурора. Мы знаем об этом. И тем не менее, приказ есть приказ. Ходи. Это дверь ведет? Это мой личный вход в кабинет. Вот, может быть, и выходом. Вы правы, господа. Вот ключ. Можете убедиться сами. Кстати, ход ведет в канцелярию, которая уже заперта. О, прошу извинить. Я хотел увезти своего сына домой. Месье? Месье. Не буду вам мешать, господа. Я буду ждать в карете. Только прошу вас, господа, не задерживайте. Вам, надеюсь, понятно нетерпение молодого человека. У которого сегодня помолвка. А ты, Жерар, не забудь того, что сказал месье Толерран, когда занял пост министра. Старайтесь, месье, но в меру. Вот и вы, друзья мои, не переусердствуйте. Рад был встрече, господа. Я буду ждать в карете. Начинайте, господа. Здесь вы у себя. Как видите, он не рискнул войти в мой кабинет. Ваши правды. Но мы все-таки продолжим наши поиски в соседней комнате. Это ваша обязанность. Ваш долг. Извините, господа, я опаздываю. В случае нужды секретарь обо всем известит меня. КОНЕЦ Господин королевский прокурор, слуга и преданный друг трона и церкви хочет вас предупредить, что некий капитан Эдмон Дантес на судне фараон недалее как два дня назад заходил на Эльбу. На означенном острове он ездил навстречу к узурпатору, где получил пакет. Субтитры создавал DimaTorzok Мой дорогой Дантес, сегодня вам завидует весь Марсель. Выбрать в невесты такую красавицу, у вас удивительный вкус и чутье, мой друг. Я хотел бы с вами поменяться хотя бы на мгновение, чтобы понять, что такое счастье. Именем короля говорите, так шутят только запоздавшие гости. Извините, господа, кто из вас Эдмон Дантес? Что вам угодно. Эдмон Дантес, именем короля вы арестованы. Но почему, на каком основании? Это вам станет ясно после первого же допроса. Вы не можете это сделать, у него сегодня помолвка. Но это моя обязанность. Мы часто выпивали вместе в порту, скажите, что произошло? Нужен месье Барбару. На службе, мой друг, не существует месье Барбару. На службе я, господин комиссар. Господин комиссар, да здесь произошла какая-то ошибка. Если произошла ошибка, поверьте мне, она будет тут же исправлена. Что ж, придется идти в полицию. Что это может быть, мой мальчик? Ума не приложу, отец. Быстрее. До свидания. До свидания, Мсюморей. Возвращайся скорее. До свидания, кадрус. А, конечно. Я бьюсь об заклад, он вернется. Бамбес, пошли. Танцуйте, танцуйте, я скоро вернусь. Нет, Джерар, не покидайте меня, особенно сегодня. Милая Ренет, долг повелевает мне допросить этого человека немедленно. Если бы месье Девильфор уклонился от выполнения своего долга и остался здесь, он был бы недостоин нас. В особенности, когда речь идет об этих заговорщиках, бонапартистах. Вы правы, но помолвка бывает только один раз в жизни. Не омрачайте же этот вечер, отец. Не следует забывать, что в 92-м году поднялся на Эшафот ваш бедрен. А можно ли забыть нашу злосчастную эмиграцию? Я вынуждена была давать уроки музыки. Эшафот, эмиграция, и ваши уроки музыки. Только о них в этом доме и говорят. А мне сегодня хочется танцевать. Я думаю, что месье Девильфор ненавидит узурпаторов, несмотря на своих родственников. Родственные связи не мешают мне требовать для агента узурпатора смертного приговора. Я полагаю, что и в данном случае нет причин пренебрегать этим правилам. О, отец. Ренет, что это значит? Ты слишком сантиментально, слишком много читаешь. Твой жених, не ведая жалости, должен быть беспощаден. А, конечно. Ну же, о чем ты должна просить месье Девильфора? Будьте же безжалостны с врагами. Но не бессердечно, понимаете? Хотя бы в честь большого события в нашей жизни. И потом, это ведь первая моя просьба, Жерард. Обещаю. Войдите. Комиссар ждет вас с этим Дантесом. Пусть войдет только Дантес. Месье Дантес. Месье, по-видимому, произошла какая-то чудовищная ошибка. Я вас прошу разобраться как можно скорее. Меня ждут гости. Ах, вот оно что. Я праздную сегодня помолвку. Да не может быть. Амрачить человеку торжественность такого дня, ведь это право, обидно. Вам это трудно представить. А вы так думаете? Как бы то ни было, я бы хотел знать, в чем меня обвиняют. Начнем по порядку. И так вы, Эдмон Дантес, капитан фараона? Ну да. Вы никогда не были бы напартистом? С 17 лет я пошел служить во флот и всегда был далек от политики. А врагов у вас много? У меня их нет. Вы ошибаетесь. Вот, взгляните, это касается вас. Почерк изменен, это очевидно. Мне нужно доказательство, что выдвинутые против вас обвинения ошибочны. Подтвердите, что вы не получали никаких писем на Эльбе. Я вас немедленно отпущу. Было письмо. Да, господин прокурор, взгляните. Вот оно. Речь идет о поставках вина. Никакой политики. А что, если бочки вина, это просто шифр? Но, господин прокурор... Вы не возмущайтесь. На Эльбе живо смекнулись, что вы порядочный человек. И решили воспользоваться этим обстоятельством. Ваше единственное преступление в том, что вы храбрый и честный. Но для того, чтобы посадить вас в тюрьму, этого мало. Вы не нужны нам. Я могу идти к своей невесте? Без сомнения. Я вас отпускаю и делаю это не только для вас, но и для себя. Не понимаю вас. Дело в том, что и меня сегодня ждет моя невеста. Забавные совпадения, Донтес, не правда ли? И у вас помолвка? Да, сегодня. Я освобождаю вас, и пусть это будет подарком моей невесте. Моя должна быть себя чувствовать самой несчастной. Она год ждала меня. Не моя ждет с нетерпением. Кстати, это письмо. Кому вы должны были его передать? За ним должны были зайти. Кто? Некой господин Нуартье. Как вы сказали? Нуартье. Скажите, вы никому его не показывали? Нет, нет, никому. Это хорошо. Чтобы доказать вам мою доброту, смотрите, что я с ним сделаю. Теперь от письма и следа не осталось. Вы довольны? Благодарю вас, мсье де Вильфор. Отныне только мы с вами знаем, что оно существовало. Ну вот, теперь вы спасены. Если вас кто-нибудь спросит, не сознавайтесь ни в чем. Я буду все отрицать. Да ничего и не было. Никакого пакета. Не было? И мсье Нуартье? Не было, мсье Нуартье. Поклянитесь. Вот здесь, на Библии. Поднимите правую руку. Клянусь. Вот так. И я могу идти. Неправда ли? Вас проводят. Еще немного терпения, мсье Донтес. Когда вас поведут, не вступайте ни в какие разговоры ни с кем. Можете не сомневаться. Все барбарю? Вот вам ордер. Кажется, здесь все ясно. Приказывай заключить Эдмона Донтеса в замок Ив. Где его пребывание хранить в строжайшем секрете и следить за ним неустанно. Куда вы меня ведете? Тебе приказали молчать. Вперед! Вам приказали меня отпустить. Вы что, не поняли? Вам приказали меня отпустить. Ближайшей дорогой в Париж. Сир, даже на острове Эльба Буанапарте опасный враг. О, полноте, полноте. Его величеству не о чем уже тревожиться. Буанапарте забавляется бросанием камешков в воду. Вот видите, милый бракас, что мой министр полиции настроен оптимистически. Сир, я вижу, вы не верите мне. Прошу вас, по крайней мере, соблаговолить выслушать этого чиновника из Марселя. Ну, пусть он, пожалуй, войдет. Это подарок от австрийского императора. Ну, что там еще живее. Держите, Дондро, взгляните на это. У меня сегодня нет времени. Сир, сведения, которыми я располагаю, позволяют предполагать, что Узурпака... Вот-вот вернется обратно, и вот вы летите, сломя голову, в Париж, чтобы поделиться этой столь приятной для меня... Отправляйтесь обратно в Марсель, мой друг, и передайте мой привет Маркизе де Семерон. Сир! Ну, вы что там еще? Я вполне заслуживаю шифода. За что? Узурпатор высадился 1 марта. А сегодня уже третий. Вы последний узнаете все, как всегда. Чиновник в Марселе лучше осведомлен, чем вы и вся ваша полиция. Мы, надеюсь, встретимся в других обстоятельствах. Вы не будете забыть. Прикажете подать в отставку? Я вряд ли вас отпущу. Я всегда презирал бездельников, но мне еще более противны новые лица. Благодарю. К тому же я уверен, что Бонапарта уже арестован. Мы заставим его плясать перед вашим величеством с цепью на шеи, словно медведя на ярмарке. Заработай, поживей. 90 дней прошло со дня высадки императора, и только сегодня вы вешаете его портрет. Это обязанность коменданта, мы тут ни при чем. Он всегда идет не в ногу со временем, этот комендант. Вы позволите, месье де Вильфор? Зовите меня просто нуартье. Зашли относительно Эдмона, но теперь уж мы к вам явились все вместе. Отец и невеста, ее близкий родственник и друзья Эдмона. Прошу. Как видите, огромные делегации. Прошу. Да-да-да, дело Дантеса. Как же? Я хорошо помню это дело. Эдмон Дантес обвинялся как... Как ярый бонапартист. Королевская правосудие выполняла свой долг, арестовав его. Но сейчас, когда у власти снова император... К нашему счастью заменивший короля, которого мы не выносили. Но мы ведь как будто и не кричали в те дни. Да здравствует король. Мы знаем вашего отца, месье Нортье, и рассчитываем на вашу поддержку, даже если пришлось обратиться в самые высокие инстанции. Дантеса переводили из одной тюрьмы в другую. Его трудно найти. Я сейчас распоряжусь, чтобы розыски начали немедля. В случае необходимости доложу министр. Ну вот и вернется скоро наш Эдмон. Спасибо, сударь. Он будет освобожден, я лично займусь этим вопросом. Как нам благодарить вас? Незачем благодарить меня. Я просто выполняю свои обязанности. Месье Моррель, вы были уже в клубе сегодня? Все утро. Известны результаты битвы, о которой вчера передавал телеграф? Нет еще. А где она происходит? А, в Тер-Ватер... Ватерлоу, язык сломаешь. Ну, все равно победа обеспечена. Не сомневаюсь. Что ж, отпразднуем оба события вместе. Освобождение Эдмона Дантеса и победу при Ватерлоу. Это тоже отправить с курьера? Нет, подождем. До завтра. Опять эта отвратительная рожа. Оскорбляй, сколько тебе влезет. Я привык к этому. Эй, слушай, я дам тебе 100 икю. У вас есть деньги? Да, дома. Ты получишь больше. Тебе отдадут все, что есть. Если ты пойдешь в каталонский квартал и передашь одной девушке по имени Мерседес письмо. Две строчки, не больше. И из-за этого потерять место? Если ты этого не сделаешь, то я подстерегу тебя и разобью тебе голову этой скамьей. Что ж, я полежу месяц в госпитале, потом дадут отпуск. А на тебя наденут смирительную рубашку. Небольшое удовольствие. Я хочу видеть губернатора. Почему не папу Римского или самого Господа Бога? Так что же мне делать? Ждать. Фу, вся моя жизнь проходит с переезда. Ну как, как вы себя чувствуете? Силы меня оставляют. Должно быть, скоро умру, месье Морель. Ну что вы, зачем вы так говорите? А вот и ваш бульон. Благодарю. Вы так добры, месье Морель. Он оплатил все наши счета? Да, опять. Не надо, месье Морель. Вы сами в затруднительном положении. Но мне это хорошо известно. Что именно? Один из своих кораблей вы уже провожаете. О, не тревожьтесь. Фараона я не продам. Он ждет вашего сына. Видите, я не отчаиваюсь. Вот моя супруга вышла для вас в кошелек. Благодарю. Но уберите отсюда деньги. Конечно, конечно. Я заберу все. Видно, умру, не дождавшись его возвращения из тюрьмы. Теперь нам уже ждать помощи неоткуда. Все потеряно. Месье Морель, скажите, что ему нельзя волноваться. Скажите ей, что она не должна тратить все свое время ухаживать за мной. И не должна ждать своего жениха. Нет, пока он жив, я буду ждать его. Лейтенант Молдыгов, пришел вас поздравить. Где мы встречались? Ах, да, в числе ходатайев за Дантеса. Стоит ли вспоминать, господин прокурор, этот незначительный эпизод? И до этого дня я где-то видел вас. Да, ночью. Некто в черном плаще. И записка. Ну, эту встречу лучше забыть, хотя она и принесла некоторую пользу. Да? Вам тоже? Я воспользовался ею как помощник прокурора, выполняя свой долг. Но если я смогу быть чем-нибудь полезным, рад буду. Благодарю. Завидую вам, седа Вильфор. Новая моя должность? О, нет. Вашей жених, бессударь. Я люблю одну девушку. Мерседес. Откуда вы знаете? Я помню, как вы у меня в кабинете старались не смотреть на нее. Да. Но Мерседес не будет моей до тех пор, пока будет надеяться, что Эдмон Дантес еще жив. Но без суда невозможно его расстрелять, а возобновить его дело не менее рискованно и чревато последствиями. О, господин прокурор, нет надобности его расстреливать и вправду. Достаточно и слухов о его смерти. После того, как кончились эти сто дней, так много расстреливали. Увы, столько было убитых, что невозможно даже исчезть. Так будем считать его живого в числе убитых. И сохраним ему жизнь. И так решено. Бедный Дантес. Бедный Дантес. Бедный Дантес. Бедный Дантес. Ну, дальше кто? Следующий камень. 27-й, господин инспектор. Кто же там у нас? Не могу разобрать бумага отсырела. Какой-то Эдмон Дантес. Сколько он уже в заключении? 17 месяцев. И все в секретной камере? Да, в одиночке. Такая изоляция только на пользу узникам. Через два года они сходят с ума, а сумасшедшие не страдают. Тольтес, господин генеральный инспектор тюрьм хочет поговорить с вами. Друг мой, вы можете не утруждать себя ответами. Я более 15 лет в этой должности и слышу одно и то же во всех тюрьмах Франции. Вас плохо кормят здесь, и вы не виновны. Неправда ли? Да. Традиционный ответ. Мне совершенно не важно, как корень. Почему это? Он вот уже 4 дня отказывается от пищи. Я прошу одного, суда. Разве не был до сих пор суда? Нет. Приговор, это все, чего я требую. Я хочу узнать, в чем мое преступление. Неизвестность хуже всякой казни. Что ж, просьба вполне законная, обещаю вам разобраться в вашем деле. Вы обещаете? И не обманете меня? Конечно, нет. Но пока ешьте, по крайней мере, черт побери. Я не говорю, что здесь можно так же хорошо поесть, как в кафе у вас в Марселе. Но я отведал супу, и есть его можно. До свидания. Я попытаюсь немедленно возобновить ваше дело, и уверен, что вскоре вы будете оправданы. Вы ни о чем больше не хотите меня спросить? Какое число сегодня? 30 июля 1816 года. Благодарю, господин инспектор. Что значится в его досье? Теперь припоминаю. Ордер на арест, подписанный Девильфором. Новым королевским прокурором? Да, он арестовал этого человека как раз накануне высадки по Анапарте. О, тогда лучше не ворошить этого опасного дела. О, тогда лучше не ворошить этого опасного дела. Ордер на арест, подписанный Девильфором. 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 Продолжение следует... 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 Вот видишь, острый как бритва Тот, кто останется в живых, пустит его в дело Я думаю, что это будешь ты У тебя хватит терпения дождаться Вы думаете, что я могу вас убить? Нет Теперь я уверен, что дурных мыслей у тебя нет Ты не отвел в сторону взгляда Кто из нас выживет, пусть решит Бог Еще несколько ударов и не уцелит Отец мой Отец мой, вы ранены? Отвечайте же, вы ранены! Отец мой! Отец мой, вы ранены! Отец мой! Я не в состоянии двинуться Что-то словно оборвалось внутри Я позову на помощь! О нет, тогда все погибло! Не разговаривайте, поберегите свои силы до вечера До вечера я не доживу О нет, 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 вы не умрете Отец, я умираю без сожаления Дело всей моей жизни, мои мысли, мой опыт Я все передал тебе в твои надежные руки Ты должен бежать и продолжить мое дело Вы поправитесь, отец мой Нет, это все Я ухожу навсегда И хочу открыть тебе одну тайну Дантес, ты станешь неслыханно богатым человеком Слушай, я нашел сокровище Цезаря Спада Вот уже два века, как земля хранит его Недалеко от Арбедела, на острове Монте-Кристо Вот план на стене Наверху эта печать спада Внизу план острова и место Где спрятано сокровище в пещере Ты не веришь мне? Верю А с лихорадкой? Выклянись, что отправишься туда Клянусь вам, хорошо Видишь, сам Господь Бог Решил вложить в твои руки Грозный меч возмездия Сын мой Смотри же Не забудь про нож Я сделаю все, как вы сказали Я займу ваше место, если вы умрете Благодарю Вставай, старик, ты что это сегодня заспался? Везет же людям Я бы с удовольствием с тобой сменялся Что с вами? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Испекся рыбам на корм? Да, корм не больно жирный Ничего Субтитры создавал DimaTorzok 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 А мы там ничего не видели. Куда же все провалились? Ни корабля, ни матросов. Один ты спасся, выходит. Ты не можешь нам дать лучшего объяснения? Нет. Это полят пушки замка Ив. Пушки полят, когда бежит узник. Держи, это Ром. Такого ты, видно, давно не пробовал. Какое сегодня число? 28 февраля. Какой год? 1831. Не может этого быть. Да нет, конечно не может быть. Вы, наверное, решили посмеяться надо мной. 17 лет. Выпей еще глоток. И не спеши, ты среди друзей. Мы больше любим беглецов, чем таможенников. Что ж, раз вы поняли. Еще бы не понять. Такой залп, 12 выстрелов, словно адмирала встречают. Если они когда-нибудь тебя поймают, пушечных залпов не будет. Тебя просто поставят к стенке. И 12 пуль в шкуру, но они не схватят тебя. Однако, пока все не утихнет, высади меня на один из этих островов, куда они причаливают корабли. Лучше возьмешь меня снова на борт на обратном пути. Когда ты будешь возвращаться? Через неделю. Через неделю и заберешь меня. Как хочешь. А где тебя высадить? На острове Монте-Кристо. Это по дороге. Хорошо. К утру будем на месте. Отдыхай. Эй, эй, через неделю. Да, да, через неделю. Монте-Кристо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Нет у нас делик на пожертвование. Я не прошу милостыни. Тогда садитесь, отец мой. Я вам не помешаю. Моя супруга. Дело в следующем. Знавали ли вы в юности некоего моряка, которого звали Эдмон Дантес? Еще бы не знать. Я был его помощником и одним из самых близких друзей. Его арест поверг меня в отчаяние. Подумать только. Потом его расстреляли. Расстреляли? Кто вам это сказал? Фернан. Фернан Мондего. Вы о нем слышали? Да, Дантес говорил мне о нем. Это кузен его невесты Мерседес. Вот он нам всем и рассказывал о том, как был расстрелян тогда Эдмон Дантес. И Мерседес поверила? Она бы не вышла за него, если бы думала иначе. Ах, хитрец, Фернан. Стало быть, он и ее обманул. А может, Дантес и не был расстрелян вовсе? Не был. Он умер совсем недавно. И я был около него последние минуты его жизни. Он знал, за что его арестовали? Нет. Вот в порядке. Сажают в тюрьму и не говорят за что. Не дай бог вот так умереть в нищете и вничтоженстве. Он умер не в нищете. Его сосед по камере. Человек неслыханно богатый. Оставил все свое состояние. Есть же добрые люди. Да, есть. А где же оно сейчас? Вот оно. А сколько за него дадут? 50 тысяч франков. В оправе даже немного больше. И он вам оставил это в наследство? Нет, я являюсь только душеприказчиком. Эта сумма должна быть поделена между его отцом, невестой и другом Кадрусом. Но поскольку его отец умер, осталось только двое? Следовательно, каждый получит половину. А можно посмотреть? Конечно. О, какой огромный. И как он сверкает. А почему только половину? Сказано, надо поделиться с Мерседес. Ух, уж кто-кто, а она этого не заслуживает. Почему? Молчишь? Говори, ну. Разве Дантес мог в чем-нибудь упрекнуть ее? Она его ждала и, лишь узнав о его смерти, вышла замуж. Заблуждаете. В чем? Начать с того, что она не нуждается. Монтего сделал на востоке карьеру и привез оттуда огромное состояние. Он теперь граф де морсер. Это не причина, чтобы отказать в наследстве. Ой, я вижу, вы многого не знаете. Дантеса арестовали в результате гнусного доноса. Сомневаюсь в этом. И Фернан имеет к этому прямое отношение. Много болтаешь, это лишь предположение, не больше. Ну, если предположение... Нет, мой муж свидетель, это все было на его глазах. А что ты порешь? Он сам видел, как то письмо дописал Фернан. А кто же начал писать? Может быть, в шутку не помню. И вообще больше ничего не знаю. Но ты сам говорил, что письмо до Вильфору отнес Фернан. Тогда, очевидно, вы правы. Конечно. Только мы его наследники. У несчастного Дантеса не было друга, вернее, Кадруса. Еще бы, я сам и похоронил его отца. Разве? Я даже продал всю его мебель. Кое-что мы взяли из обстановки. Вот этот стол на память. Это его стол. Эти два стула тоже. Забрали себе люстру, потом эту скатерть. Да, вот еще этот вышитый кошелек. Мы, как видите, его не забывали. Но здесь инициалы, Ж.М. Как он мог оказаться у мсье Дантеса? Да нет, это инициалы месье Моррелли. Он однажды оставил мсье Дантесу кошелек и немного денег. Теперь мне все понятно. Вот этот бриллиант, он ваш по правому. А я должен вернуться в свой монастырь. Разрешите вам предложить что-нибудь? В память о нашем общем друге Дантесе. Я охотно взял бы этот кошелек. Если он пуст, разумеется. О, конечно, отец мой, возьмите. Это для ваших нищих. Я очень вам благодарен. Прощайте. И пусть этот бриллиант принесет вам то, чего вы заслуживаете. А вдруг бриллиант поддельный? Ну, если аббаты обманывают, то я перестану ходить в церковь. Лучший способ удостовериться спросить мсье Данеса. Он теперь на ярмарке. Знаменитый парижский ювелир. И лучше спросить у парижанина, а то разболтает по всему свету. Ну да. А Светлана ложь, и прямо к нему. Наконец-то! А парни обманул камень настоящий. Мсье Данес дает 45 тысяч. Всего? Да. Потому-то ваш мужа не отдал мне его сразу. Решил с вами посоветоваться. Что тут советоваться? Мы не так богаты, чтобы терять 5 тысяч. А, дело ваше. А то я захватил с собой деньги. Нет, нет. Мы найдем другого покупателя. А, который придет в недоумение. Как у вас мог очутиться такой бриллиант? Уж не с неба ли свалился? Да еще не приведи бог, заявят в полицию. Впрочем, дело ваше. Как вам угодно, я не настаиваю. Ладно, давай бриллиант. Раз уж сам знаменитый мсье Яганес к нам пожалует. А, да-да. Ну, вот и все. Теперь вы, надеюсь, не откажетесь от ужинасти с нами? О, нет, к сожалению, не могу. О, мсье Яганес, такую крупную сделку надо отпраздновать. Мы же от чистого сердца. Доставьте нам это удовольствие. О, с радостью, но надо возвращаться. Но куда же вы поедете в такую грозу? О, а вдруг она не пройдет до утра? Так я об этом и говорю. Уж лучше переждите ее у нас. Я завтра собираюсь в Париж, надо все свои дела заканчивать. Что поделаешь? Разбила. Не беспокойтесь, я найду дорогу. Прощайте. У-у-у, какая темень. Мне кажется, направо. Идите все время вдоль канавы, потом в гору. Доброй ночи. Как же ты позволил ему уйти, у него полно денег. Ты что, разве не видел? Как же ты мог упустить такой случай, который представляется раз в жизни? Да, отвяжись. Уверена, что ты подумал то же, что и я. Да вся беда в том, что ты не мужчина. Что? Пойди за ним. Не дай ему уйти. Этого еще не хватало. 45 тысяч, по-моему, неплохо. Ну да, дурак всегда бывает доволен. Дай сюда, я сама их спрячу. Нет! Ну да, вроде вы, саденьки мои, мерзавка. Отдай мне мою половину за долги. Половину ты должен мне дать. Убирайся к черту. Сам господь, видно, вернул вас. Мы только что о вас говорили. Уж так волновались. Мы предупреждали, не надо ехать. Ваша правда. Да нитки вымок. Гроза небывалая. Настоящий потоп. А здесь вы среди друзей и в тепле. Чего же лучше? Кадрус, открой нам бутылку вина в честь возвращения месье Иоганет. Ну, кажется... Что? Гроза утихла как будто. Наоборот, усиливается, глупец. О, камин! Я вернулся не потому, что боюсь воров. Я думаю, ни один вор в такую погоду не выйдет. О, вы слышите? Не позавидуешь тому, кто на улице. Да, бедные люди. Да. А вас ждет грелка в постели, ужин и бутылка вина. Не надо, не стоит вас утруждать. Я рада вам услужить. А когда разбудить вас? На рассвете. Можете спать спокойно. Я встаю рано. Деревенская жизнь. Привыкла рано вставать? Да. Рано вставать. Рано вставать. Брось топор, я буду стрелять! Пустите! Пустите, это не я! Простите, вы ведь дочь Мсье Морелли, садовладельца, не правда ли? Да! Не угодно вам передать это вашему отцу? А простите, от кого? Мое имя ему ничего не скажет. Ну... И не задавайте вопрос, вы все поймете позднее. Завтра в 10, как мы условились, начнется аукцион. Я знаю, Мсье Морелли, как мучительно присутствовать при продаже собственное имущество. И от души советы вам не приходить. Если, конечно, вы не собираетесь оставить что-нибудь за собой. Я бедни последнего нищего в Марселе. Да. Вам не позавидуешь. Отец! Отец! О, Боже! Спасены! Кто? Вы спасены! Что ты говоришь? Да! Смотрите, что здесь внутри. Все ваши Виктеля. И расписки все до одной. Все оплачено. Как же так? Что все это значит? Всеморель! Всеморель! Что еще? Я к вам от коменданта порта. Он просил предупредить вас, что корабль, носящий имя фараон, на мачте которого ваш флаг сейчас входит в порт. Месье Морель! Объясните, почему на корабле мой флаг? Это ваш корабль. Документы, подтверждающие это у меня в каюте. У вас в каюте? Ничего не понимаю. Но откуда вы идете? Из Генуи. Корабль построен там. Чем же? Да не мучьте меня. Деньги получены через банк. Человек, по чертежам которого строился корабль, пожелал остаться неизвестным. ПОЮТ Добрый день, мой джоков. По контрабандным делам не скучаешь? Нет. Они мне самому изрядно надоели. Все табак, да табак. Прямая дорожка на висмице. Ну, а теперь ты управляющий графа Монте-Кристо. Это звание ты мне сам только что привез от герцога Тосканского, который очень нуждался в деньгах. О, господин граф. О, нет. Никогда не называй меня графом. Поедем, я тебе все объясню. Получите 200 золотых, если мы доберемся до Монте-Кристос ворот во вторник в полдень. А теперь ты узнаешь, почему граф Монте-Кристос так торопится в Париж. Монте-Кристос ворот. 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 Господин венецианский палач ищет голову, чтобы отрубить. Или скружить. Какую пытку вы предпочитаете? С вами даже плаха не страшно. Он нас даже не слушает. Это не венецианский палач, а сокрушитель-свердец. Не предскажет ли цыганка будущее венецианскому палачу? У венецианского палача на совести мог и жертв? Какие любопытные линии. Вот это совсем прямая. Вы настойчивы достижение своих желаний. Да, и очень. Ах, вот как? Вы оставили женщину, которая любила вас больше всего на свете. Возможно. Вы найдете ее вновь. Да, найдете. Хотя не сможете вновь связать с ней свою судьбу. Непонятно. Рука удивительно знакомая. Я вам уже гадала, наверное? Да, возможно. Когда же? Раз вы угадываете будущее, для вас, вероятно, ничего не стоит увидеть и прошлое. Странный вы человек. Вы правильно выбрали свой костюм, господин палач. А может, я действительно палач, приглядывающийся к своим будущим жертвам? Они тут на балу? Кто знает. Хотела бы я их увидеть? Вы их увидите, моя очаровательная цыганка. И скоро. Кто вы? Это не имеет значения. Убеждена, что слышала ваш голос раньше. Где? Когда? Еще не знаю. Я бы сказала, что вы призрак, если бы верила в привидения. Этот призрак вам навевает приятные или тяжкие воспоминания. Вы молчите. Во мне также будет воспоминание сегодняшний вечер. В особенности, это музыка. Снова все оживает. И для вас тоже. Да. Сравним наши воспоминания, шутки ради. Расскажите сначала о своих. Они вряд ли вас могут заинтересовать. Вы так думаете? К тому же, вы скрываете свое лицо под маской и заставляете меня отвечать. Я не хочу. Под маской я вижу ваши глаза, они полны слез. Пустяки. Я, наверное, устала. Что вы хотите? Это шрам на левой руке. Старая рана-то была давно. Но как вы могли заметить? В Испании есть такой обычай, чтобы самому предотвратить какое-нибудь несчастье и разрезать руку. Именно левую руку. Но несчастье... Несмотря на это, приходит. Проводите меня, пожалуйста, в ложку. Вам неприятно со мной танцевать? Нет, но я, кажется, изменила своим воспоминаниями впервые в жизни. Я пью за ваш успех. Я надеюсь, что вскоре мы выпьем и за ваше избрание в палату перов. К чему вы улыбаетесь? А что было 20 лет назад? Да. Я часто вспоминаю наши встречи в Марселе. Я вам очень многим обязан. О, что? Да-да. Я уехал на восток только благодаря вам. И вы мне оказали немало услуг, друг мой. Так что мы, как видите, квиты. Двое умных людей могут покорить весь мир, если заключат дружественный союз. В особенности при условии, что их связывает между собой покойник. Благодарю вас, мадам. Мне остается лишь принести свои извинения. Генерал де Морсер и прокурор де Вильфор, по-видимому, недовольны тем, что я задержал вас. Но, простите, как вы могли нас узнать? Палач должен знать каждого, поскольку каждый может оказаться в его руках. Раз уж вы назвали наши имена, назовите свое. Невозможно, господа. У палача нет имени. Рука судьбы, вот кто он. Но палач, прежде всего, рука. Правосудие судно. А я представитель власти короля. Но над королевской властью есть еще власть Всевышнего. Что, если я подчиняюсь только ему? Вы, по-видимому, романтик, месье. Бьюсь об заклад, что вам нравятся драмы, месье Гюго. Да, вы не ошиблись. В таком случае мы никогда не встретимся в одном театре. Весь мир это один театр, месье. А жизнь забавная пьеса, где у каждого есть своя роль. Мы встретимся, если автор захочет. Мое почтение, мальчик. Мы уходим, матушка, но не беспокойтесь, я вернусь домой скоро. Ты, кажется, слишком весел, мой мальчик. Куда вы идете? Покрутите, отец! Кабачке, кабарет для клош! Входите, господа. Этот тихий и мирный уголок пользуется заслуженной репутацией. Сюда скоро будут водить иностранцы, выбрать билеты за вход, как в музей. Видал, красавчики явились, да еще насмехаются. А здесь и вправду уютно. О, куда приятнее, нежели в опере, мой друг. Там герцоги и маркизы, хватит с меня, а здесь простые люди. Эй, ребята, не хотите ли выпить с нами стакан вида? Нет. И не дери глотку, приятель, шел бы ты к чертовой матери отсюда. Мы таких видели. Что он говорит, куда? Не волнуйся, втенчик. Адрес указан точно, уходите, покуда живы. Я не шучу, я приглашаю вас. Подайте шампанского на всех, хозяин. А деньги у тебя есть? А ну-ка, сынок, покажи свои деньги. Меня это совсем не забавляет. Меня это совсем не забавляет. А кто тебя звал сюда? Альбер, нам лучше уйти. Нет, не уйдиоти, пришли, напустили форс, а теперь в кусты. Ищет всегда находит. Но мы не вас искали. Да то мы вас нашли, это все равно. Захотелось заглянуть в подвальчик. А вернешься домой, почистишь перышки, и лакей поднесет шоколаду в постельку. Дайте пройти. А ты попробуй. Ау! Благодарю вас, месье. Позвольте узнать ваше имя. Я граф Монте-Кристо. Меня зовут Альбердо Марсер. Моя матушка выразит вам свою признательность. Она будет рада видеть вас у себя. Монте-Кристо, мне кажется, итальянское имя. Да, но мне сказали, что он американец. Владелец золотых приисков в Колорадо. Не может быть. Да-да, мне рассказал крупья клуб. На этих днях он в один вечер проиграл миллион фронтов. Он, наверное, единственный наследник всех калифов Багдада. О, Багдад! Город несмертных богат. Мама, это граф Монте-Кристо. Я благодарю вас, месье. Если бы не вы, я бы не увидела моего сына. А я благодарен вашему сыну от всей души за его любезное приглашение. Если бы не он, я бы не имел счастья видеть вас. Мне также доставляет большое удовольствие видеть вас у себя. Весь Париж говорит о графе Монте-Кристо. Да, об этой странной личности болтают повсюду. Разговоры всякие. Откуда явился и была ли у него невеста? Да, конечно. Но вам что до этого? Когда человек богат и счастлив, прошлое легко забывается. О, не всегда. Есть многое, что забыть нельзя. Альбер, пожалуйста, займи туда гостей. А я покажу, месье Монте-Кристо, наш сад. Ты жил. Боже мой, ты жил. В тот вечер я почти догадалась, что это ты. Тогда почему ты так поспешно оставила меня? Еще несколько минут, и я бы никогда не вернулась к своему мужу. Я едва справилась с собой. Бедный мой, ты пришел слишком поздно. Нет. Да, ведь 20 лет прошло. Слушай, Мерседес, мы вычеркнем из памяти эти годы разлуки и уедем сегодня же. Уедем, и никто больше не увидит нас. Нет, нет, что ты говоришь? Я за тобой пришел. В тюрьме я выжил только благодаря нашей любви. Мы должны быть вместе. Так решено судьбой. Так не протився же ей. Уедем со мной, все забудется. Мерседес, куда тебя увезти? О, если б все было так просто в жизни. Я не колеблюсь. Тебя что-то удерживает. Я ведь не одна. Мой сын. Ты верно забыл о нем? Какая мать покинет ребенка, чтобы бежать с любовником? Вероятно, в гостиной уже заметили наше отсутствие. Гости, наверное, немало удивлены. Твоя гостиная, твой гость, твой сын. Лишь для меня не осталось ничего в сердце. Кто же распустил слухи, что ты расстрелян? Тот, кто был заинтересован в этом. Надеюсь, ты понимаешь. Но я не могу бросить моего мужа. Я хотел забыть о своих несчастьях и о тех, кто мне причинил их, но теперь они поплатятся за все. Нет, ты не смеешь так говорить. Ты все скоро увидишь. Что за субтитры? Дорогая моя, я, как всегда, задержался. Прости меня. Альберт мне сказал, что у нас граф Монте-Кристо. Он недавно ушел, куда-то торопился. Тем лучше. Этот визит мне не очень по душе. Альберт ему обязан. Ну что же, возможно, но Перфранция должен быть разборчив в друзьях. А Монте-Кристо получил свой титул, наверное, недавно. Но мы тоже. Он мне не внушает доверия. Слишком много тратит. В старинных семьях это не принято. И вообще он ведет себя странно. Купил какой-то заброшенный дом? Сьедемор, сэр, убит. Нет, мы оставим Сьедемор, сэр, под конец. По законам арабов, главный преступник умирает после других. Других? Значит, это Мсье Довильфор. Вы что же, решили, по-видимому, драться на пистолетах с Мсье Довильфором? Невелика радость смотреть на труса, трепещущего под пулей. И смерть для него чересчур легкая месть. А ведь немного фантазии. И можно придумать кое-что. Мсье Довильфор фигуры неуязвимые. Вы читали полученные о нем сведения? Превосходный чиновник, безукоризненный семьянин, уважаемый лицо в городе, чист как стеклышко, даже придраться не к чему. Если бы не дом, который он снимал 20 лет тому назад, под вымышленным именем. Ты не забыла адрес? Улица Фонтен, 28. Не знаю, зачем вам нужен этот дом? Я хочу купить его, он мне нравится. Слушайте, видали его? Будто не найдется у нас в квартале, домов получше. Возможно, но я хочу именно этот. Я много путешествую. И если я куплю дом, мне понадобится человек, которому я мог бы доверить его. Вы бы мне подошли. Где-то у меня есть адрес нотариуса. Скажите, это мадемуазель Пикаре зноватая драматика? А вы видели мадемуазель Пикаре? Мне, к сожалению, не довелось увидеть ее на сцене. Но я так много слышал о ней. Так это была я. Вы? Да. Но моя карьера оборвалась. Несчастный случай. Нет. Гвардейский гусар. Что вы хотите, мы тоже не каменные. Мне пришлось оставить театр. Гусар был строг. С тех пор, вот уже 20 лет, я коротаю в этой берлоге свою жизнь. Со сцены я простилась и поступила к одной даме. Ее жизнь была окутана тайной. Она от всех пряталась, и это напоминало мне театр. Ее кто-нибудь навещал? А то как же. Он просил, чтобы его называли бароном Данглар. Но она, разумеется, ужасно нервничала и даже проклинала себя. Но в ее положении это так естественно. Естественно? А как же вы думали? Ведь она принадлежала к знатной семье и вынуждена была скрываться здесь. И они сбежали, не взяв вас с собой. Я привыкла к неблагодарности. Но эти сбежали тайком так, словно за ними гналась полиция. Ночь темная, я слышу шорох во тьме и шаги, и вдруг все стихло. Исчезли, а куда неизвестно. Они вам писали? Хоть бы одно слово. Явился ко мне господин и приказал оставаться здесь и охранять этот дом. Раз в год присылает какие-то жалкие крови. Только чтобы не подохло с голоду. И это произошло давно? В 1817 году. В ночь с 27 на 28 сентября 1817 года. Какая память? А вы как думали, ведь именно в эту ночь меня бросил мой последний любовник-корсиканец Бертуччо. А мужчина, я вам доложу, он не пришел в ту ночь, не появился, так же и в последующие такие вещи не забываются. В особенности, если весь Париж был у твоих ног. Я не искала с ним больше встреч, хотя это не представляло труда. Он до сих пор метр д'отель в кафе Англии. О, благодарю, господин граф. До свидания, господин граф. До свидания, Гордоныч. Коляску господина графа. Так. Господин граф забыл что-нибудь? Да, Бертуччо, мои часы. О, какое несчастье. А господин граф уверен, что захватил их из дома? Совершенно уверен. Но смотрите, их нет ни на столе, ни под столом. Поищите их в левом кармане своего жилета. Как же это вы догадались, что я положил их именно в этот карман, а может быть в другой? Очень просто. Я видел, как в прошлый раз именно в этот карман вы положили мой кошелек. Вот, возьмите. Положите их рядом с кошельком. О, господин граф так великодушен. Напротив. Просто уверен, что вы украдете намного больше, когда будете служить у меня. У вас, граф? Да, с сегодняшнего дня вы мой мажордом. У вас будет жалование министра, но вы сможете удвоить эту сумму при небольшой ловкости руб. Это как же? Обкрадывай меня, Бертуччо. О, что? Господин граф, какие слава. Я жду вас, месье Бертуччо. Но мне надо предупредить свою дирекцию. Не тревожьтесь. И куда же вы меня отвезете? Я купил тут недавно дом, на улице Фонтен, 28. Что, вам не нравится этот район? Нет, но я не поеду туда. Вы предпочитаете, чтобы я пригласил полицию? Из двух зол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вы меня сюда привезете? Чтобы вы рассказали, что здесь произошло в ночь на 28 сентября, ровно 20 лет назад. В эту ночь исчезла парочка из этого дома. Если не ошибаюсь, с этой же ночи вы перестали бывать у своей очаровательной любовницы. Вы думаете, я встречался с мадемуазель Пекар с особой целью обокразить господ? Глубоко ошибаетесь. Бертучий он не вор. О, нет. Что же случилось? Расскажите. Ну, уж придется, видно, хотя я предпочел бы молчать. Итак, той ночью... Я спрятался в глубине сада и увидел мужчину, который закапывал в землю, завернутый в одеяло сверток. Вот здесь, под деревом. Затем он ушел. И вскоре появился опять. На этот раз с женщиной, которой, очевидно, трудно было двигаться. Сели в фиакар и умчались. Я, конечно, подбежал к дереву, думал, что найду там драгоценности, золото. Но это... Это... Это был? Он еще дышал, их ребенок. Сердце у меня сжалось. Я не мог бросить беспомощного ребенка. Я схватил его на руки и убежал. Рассказывайте дальше. Это был мальчик. И тогда вы? У меня мелькнула мысль. А не попробовать ли меня пошантажировать немного? Барона Дангляра? Ну да. Но не было никакого барона Дангляра. Отец ребенка месье Девельфор. Прокурор, не шутка. С таким лучше не связываться. Пришлось отправить малыша к профессору. А кто такой этот профессор? Известная личность. Где его колледж? Неподалеку, в пригороде. Ну, валяй. Незаметно подходи. Не нажимай на карман. Работай. Да, полячик. Движения должны быть ласкающими. Осторожней, чтобы не зазвонил колокольчик. Профессор? Что смотришь? Не узнаешь, Бертунчо? Да, но ведь столько лет прошло. Двадцать. Мой друг, интересуется одним из твоих давних учеников. Ты помнишь мальчонка, которого мы с сестрой перенесли? Да-да, двадцать лет. Ну, конечно, его назвали Бруно. Он долго был у толстухи Шарлоты, который хозяйничал церкви Сан-Сю-Пис. Говорят, они вместе здорово работали. Он один из самых талантливых. Редкие способности. Еще крошкой снял сапоги с одного спящего офицера, кто даже не почувствовал. Ну, дальше? А дальше вырос. Влюбился по уши, голова в тумане. Разве это допустимо в таком тонком деле, как наше? Ну, влип они поволокли его. Так он ножом пырнул жандарма на рынке. А ведь я все время твержу им никакого насилия. Никакого насилия. Вот десять лет и получил. Где он теперь? На каторге, в Тулоне. Тебе что здесь надо? Ну-ка, бери за тачку и пошли, мы ее уйдем. Сын мой, я убежден, что тайна вашего рождения мучит вас постоянно. Не замечал. Не знать счастливого детства. Не изведать ласку матери. Но, к счастью, вашего отца нам удалось отыскать. И он сможет обнять своего блудного сына. А папочка у меня непроходимец. Не говори так, сын мой. Он из очень знатной семьи. И довольно богат. Значит, много о себе воображает. Ох и нудная у них жизнь. А как зовут папочку? Я не могу сейчас открыть его имя. Но он посылает тебе свое благословение. Все богачи одинаковые. Нет, чтобы подкинуть что-нибудь посущественнее. Об этом ты не беспокойся. Денег у тебя будет достаточно. Даже чтобы пожрать в трактире? Ну, тебе не придется больше есть в трактире, дитя мое. Ты должен бежать отсюда. Сегодня ночью тебя будет ждать в ущелье коляска. Сразу видно, что вы не очень-то смыслите в побегах. Часовые стреляют, не спрашивая. Стражу получат по доброй бутылке вина. Хорошо, дверь барака. Она будет открыта. Она сприковывает на ночь цепью. Твоя цепь будет подпилена. Тебе останется лишь закончить работу. Возьми этот хлеб, сын мой. Мне разрешено передать его тебе. Мне придется половину отдать в пользу соседей. Таков тут обычай. Я знаю. Оставь себе эту половину. Ты найдешь здесь напильник. А теперь иди. Старайся ни у кого не вызывать подозрений. Нам пора расстаться. Не следует испытывать терпение стражи. Ну и чудной же вы монах, право слово. Постарайся оказаться достойным того будущего, которое открывается перед тобой. И как зовут твоего аббата? А тебе зачем знать? Бузони? Скажи, Бузони. Ты пусти за меня. Ты пусти за меня. Отдань напильника, не то закричу. 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 КОНЕЦ 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 Нас двое! Это кадрус! Не возьмете в карету? Я поднял книг! От него не отвяжешься! Придется поделить одежду! Ладно, скорей! Их двое! Я видел и узнал другого, тем хуже для него! КОНЕЦ Не могу ли я повидать господина инспектора в связи с очень важным вопросом? А вы напишите и вам ответят! И вы читаете все эти книги? Нет! Ах, значит их господин инспектор читает? Нет, его жена! Она проглотила уже три шкафа таких книг! Доложите господину инспектору, что пришел оноре де Бальзак! Мсье оноре де Бальзак просит принять тебя! Проси, проси немедленно! Входите, мсье! Что привело ко мне нашего знаменитого писателя? Важные обстоятельства! Но я прошу вас сохранить мой визит в тайне! Иначе боюсь, мои марсельские друзья засыпут меня приглашениями! Обещаю вам это! Я счастлив познакомиться с вами! Итак, чем могу служить? Приказывайте! Я собираюсь писать новый роман! В первых главах действие происходит в тюрьме! Ага! Вам надо бы осмотреть замок Ив! Но увы, мсье закон это запрещает! И я не могу обойти его! Но вы могли бы мне о нем рассказать! Что ж, в тюрьме, конечно, комфорта нет, но жизнь, условия жизни отличные! Это я знаю, знаю! Я часто навещаю заключенных, записываю каждое их требование! И это мне известно! Есть ли случаи бегства? Иногда, очень редко, чтобы поддержать традицию! В замке Ив был один заключенный, аббат Фария! Тот сумасшедший, я помню его отлично! Я знаю всех! Он считал себя обладателем несметных богатств! Он и мне предлагал половину своих сокровищ! Но я ему сказал, мсье, мудрость! Вот мое богатство! Он умер? Да, умер! В феврале 833 года! У вас прекрасная память! Мне до конца дней моих не забудется эта дата! Потому что смерть этого безумца была связана еще с одним необычным обстоятельством! Его сосед по камере очень опасный преступник! Как он его... Простите, забыл... Да, Дантес, осужденный по-жизненному! Сумел проникнуть в камеру Фария! Занял место покойника и ничего не подозревавший стража выбросил его в море! И он выбрался на волю? Нет, что бы, что бы! Он даже не выплыл на поверхность! Откуда ему было знать, что к его ногам привяжут огромное пушечное ядро? Мерси! Хотел бы я видеть его лицо в тот момент? Нетрудно представить! Если бы вы знали, как мы смеялись в тот вечер! А начальник тюрьмы остроумно заметил! Этот Фария даже умереть не мог спокойно! Я так и знал! Я вижу, у вас в тюрьмах немало остроумных людей! Нет, я вспомнил! Эту фразу сказал я! Вы мне позволите? Безусловно, месье Дебальзак! Документы умерших для нас уже интереса не представляют! У меня дела, извините, я не стану вас отвлекать! Интересно, анонимное письмо? Ну, чего только не встретишь в наших архивах! Вы не пытаетесь установить их авторов? Ну, установить автора тут проще простого! Достаточно лишь выяснить, кому это выгодно! Да, вы правы! Приказ о заключении Эдмона Дентеса в замок Ив! Две подписи, Девильфор, Нуартье! Окажется, что одной рукой подписано? Очень просто! Девильфор, фамилия матери, а по отцу он Нуартье! Вы, должно быть, его знаете! Да, мы встречались, но очень давно! Интересно, не забыл он обстоятельства с этого дела? О, что вы! Есть! Они здесь? Вот да, Ваша светлость! Только что изволь не прибыть! господин граф да вот гайдэ девушка рабыня который сеньор эль кубир сообщал вашей светлости сеньор эль кубир не понимает вашего языка а вы кто меня зовут фатима я служила у паши из енины и не расставала с гайдэ в годы него что он говорит скажите чтобы он не кричал на я очень рада что именно вы купили несчастную гайдэ он бил ее наверное бумаги у вас вот контракт составленный 12 лет назад получено у работорговца эль кубира за девочку рабыню по имени гайдэ дочь турецкого султана али табилина паши из енины тысячи лир фернан мондего а вот свидетельство удостоверяющее что она дочь султана прекрасно вам сейчас же отдадут деньги как было условлено гайдэ тебя больше никто не будет заставлять насильно улыбаться не бойся слышишь ты веришь что мы с тобой станем друзьями да верю ваше свидетельство коляска подана спасибо и жен идем же я отвезу тебя в париж ты когда-нибудь слыхала о париже стоило приезжать в пари чтобы торчать в их дыре а кто пищал возьмите меня с собой задыхаюсь не могу здесь больше моряков подавай просторы неделя прошла как мы удрали ты что соскучился по каторге а ты думаешь сладко сидеть заперти тут целый день добываться на всю эту дрянь а вон дверь не заперта валяй никто тебя не держит и черт чтобы стапал легалые дела с концом тебе это хорошо ты готовишься встретить своего родителя папочка я ждал этого 20 лет не вздумай только отделаться от кадруса когда у тебя зазвенят монеты в кармане я помню наш уговор ты от меня никуда не скроешься никуда тогда нас будут кормить куда этот боль болван подевался не пара что ли а вот и он легот на помине наконец-то а то у меня живот подгло ох и налопаюсь сейчас дозит скажите хозяину чтобы жертвы прислал побольше срочка это для месье а тут туфли это для месье какой-то фраз это для месье и галстук и перчатки и шляпы и трость все для месье а для меня я помогу вам месье простите вы сами одеваете сам мой друг спасибо а со мной со мной как же будет не имею насчет вас никаких указаний не принесли даже поесть ах да ваш обед сударь и ужин вы найдете вот в этом пакете это все все я не люблю сухомятку прибавьте несколько луковиц по бабулке не слишком жирно что вы это хлеб только для вас не стесняйтесь а он месье от ужина иди в городе а вы что издеваетесь надо мной так вы везете меня повеселиться а меня нет я увожу только месье вас не вели набрать ух сволочь мы слишком много себе позволяет и брось корчьте себя принца гальского кадрус ты видимо совсем уже лишился рассудка я кажется пообещал что я тебя не оставлю не волнуйся поклянись клянусь счастью нужна мне она но повтори провалиться мне на этом месте боже как грубо нет решительно мы люди разных кругов общества граф де монте кристо нет меня бесполезно потешать я должна покончусь с собой если не умру от горя но бокал шампанского не повредит я выплю шампанского но я покончусь с собой а мне доставьте я сделаю это тихо никто не узнает один прекрасный день уеду в неаполь и как в последний раз нет последний раз это было в полермо какой-то там захудалый князёк а сейчас это гертык саксонский да ведь по правде говоря никто его не заставлял жениться на мне все что мне нужно было это положение в обществе мне рассказывали что он был щедр о три нитки жемчуга вы собираетесь уехать сегодня о вы забыли что вечером я танцую в операками это в последний раз умереть и вы это бесповоротно решили а что делать нет выхода вы правы эмильена в таком горе как ваше только два выхода либо покончить с собой либо либо взять нового любовника у меня не будет никого после герцога да полно разве только это будете вы а если ты только захотел нет в данном случае речь не обо мне да а кто же он такой это маленький виконт который приехал из флоренции андреа кавальканти кавальканти а это очень знатная фамилия достаточно известная но у него огромное состояние да что наследство кто-нибудь умер он совсем недавно получил наследство но родители его бросили в самом раннем детстве и он совершенно не воспитан постойте так он человек не свет вот именно его надо сделать таким простите вы принимаете меня за губернантку как вам будет угодно я представлю его армандини вы не посмеете у виконта лучшие экипажи в париже и армандини все будут завидовать когда она будет выезжать на прогулку вам непременно надо меня расстроить но вас больше привлекает самоубийство для парижан главное то что происходит в париже а роскошном экипаже говорить будут больше чем о самоубийстве в неаполе как всегда вы ломайте мои планы я слабая женщина войдите месье виконт просит его принять это он ну как да или нет разумеется да но это ужасно вот так не подготовившись боже мой а у меня на лице следы слез должна же хоть немного привести себя в порядок нет нет я знаю куда идти как кадрус в бешенстве он не понимает что происходит превосходно зови папочка я ждал этого дня двадцать лет хуже не бывает не форсируйте звука не растопыривайте руки я думал что вы повторяли эту фразу изо дня в день откуда вы знаете о я не упрекаю вас но хочу вам дать один добрый совет судьба сегодня предоставляет вам благоприятный случай постарайтесь воспользоваться им но не пытайтесь проявлять чувств которых вы не испытываете слишком заметно наставление кончены да ну что ж портной за вас все сделал готовьтесь к бою а там может что-нибудь из вас и выйдет все зависит от того кто я имя в обществе что если она прозвучит как ваше месье до монте-кристо я счастлив сообщить вам что вы не являетесь моим сыном но с вашим отцом мы знакомы и я надеюсь доказать свое расположение к нему как только наступит срок тащить свою фамилию как билетик у попугая говорите уж сразу вы все узнаете в свое время а пока что вы можете уже сегодня вечером расположиться в своем новом доме улиц фонтен 28 под какой фамилии на первых порах вы будете называться викон андреа де кавальканти а чтобы вы не попали в просад извольте ознакомиться с родословной ваших предков вот это да два папа римских в родне отыщите себя на генеалогическом дереве и где ж тут я вы не туда смотрите третий вечер сверху очень красиво одного не хватает веточка голая листочков то нету не слышно шелеста совершенно справедливо вы будете получать ежемесячно полторы тысячи франков этот вашей светлости для папочки пока от меня пусть совесть не мучит вас я очень многим обязан вашему отцу каким образом я разбогател во время одного путешествия в который он меня когда-то отправил лет на пятнадцать пятнадцать лет ох и повидали во много но я бы не сказал подмазали миллиону против и не говорите что вы не принимаете я на одну секунду приезжайте на мой спектакль вы дорогая моя я вечером занят но мой друг викон де кавальканти мечтает увидеть вас на сцене у меня небольшая роль сегодняшнем балете но я полещена и надеюсь что вы не пожалеете до свидания я собралась на прогулку виконт вас проводит внизу ждет его экипаж мой экипаж разумеется виконт ах ну да этот малый такой же негодяй как и его отец а КОНЕЦ Мой повелитель. Гайде. В мыслях и в моем сердце вы мой повелитель. Вы позволите назвать себя так. Для меня самая большая радость видеть вас. Я тоже рад видеть тебя. Я приготовлю вам наргеле и набью туда много табаку. Очень много. Почему много? Ты не хочешь отвечать мне? Когда в наргеле много табаку, вы подольше остаетесь у нее. А ты счастлива? И да, и нет. Счастлива быть с вами. Но не счастлива, что живу в Париже. Но почему? Почему, Фатима? Потому что девушка 18 лет на Востоке уже женщина. А здесь еще ребенок. Скоро ты уедешь на Восток и выйдешь там замуж. Но пока мы должны оставаться в Париже. А что вас удерживает в Париже? Не хотите говорить мне? Вы можете молчать, я давно догадалась. Эта женщина, из-за нее вы остаетесь. Она будет сегодня здесь во время приема. Если бы мы поженились 20 лет назад... Мы могли бы вот так под руку ходить всюду, как сегодня. быть вместе. И все бы говорили, какая счастливая пара. Но стоит ли говорить о том, чего у нас не было? Осторожно, на нас смотрят. Вы надолго задержитесь в Париже, милый град? Все зависит от моих планов. Я готовлю грандиозный праздник. А затем я уеду. И очень далеко. Вы решили уехать? Да. Один? С девушкой, которой я покровительствую. И которую вы никому не показываете? Пока нет. Как много секретов. Но поздравляю вас. Вы, кажется, быстро утешились. Вы напрасно так думаете. Она еще ребенок. Юноши бывают детьми. А девушки быстро становятся женщинами. Уж не ревнуете ли вы? Возможно, немного. Одно ваше слово, и я немедленно отправлю ее на родину. Это невозможно. Нет, никогда. И вы сами это понимаете. Почему ты закрываешь от меня лицо? Гайде страдает и пылает гневом. Я не должен подходить к этой женщине? Гайде не только пылает гневом, но и полна ненависти. Почему? Взгляните. Вон там Фернан Мондыго, французский офицер, предавший ее отца. Успокойся, Гайде. Фернан Мондыго и мой злейший враг. Я тебя сюда и привез во Францию для того, чтобы наказать его за все его злодеяния. Ты мне веришь, Гайде? Окончилось ваше расследование? Да, подпись Монте-Кристо известна всем банкам Европы. Так что, как видите, к чему не придерегшись. К сожалению. Я бы с удовольствием отдал приказ о его аресте. Да, но пока мы вынуждены бывать у него. Здесь сегодня весь цвет Парижа. Симонт и Кристо мне говорили о вас очень много хорошего. Это очаровательная. Рассказывайте дальше. Чтобы хоть немного разогнать ваш сон, я вас представлю, скажем, прокурору. Не очень-то приятное знакомство. Ну, может, в будущем пригодится. Господин прокурор, позвольте познакомить вас. Это Викон де Кавальканти. Не смущайтесь, он очень любит жаргон. О, это модно. Вы не можете себе представить, какое удовольствие я испытываю от вашей встречи. Рот Кавальканти известен еще с эпохи Возрождения. У нас в роду два папы римских. Это ведь не фунт изюма. А мне приходилось вращаться в кругах, где поминают ваше имя направо и налево. У меня связи обширные. Господин прокурор, вот вы знаете законы. Надеюсь, мой друг. Это очень облегчит дело. У меня есть приятель, которого бросил отец. Он хочет его найти. Тоска по семье? Да нет, хочет залезть к папаше в карман. Что ему делать, если он кое-кого подозревает? Положение весьма деликатное. Да, он хочет пощипать папашу, пошантажировать его немного. За это ему ничего не будет. Есть соответствующая статья. Я так ему и скажу. Позвольте откланьте, меня ждет танцовщица в операконник. Так что надо бежать. Может и вам охота взглянуть на хорошеньких девочек. Могу захватить. Нет, нет, не стесняйтесь. Господин прокурор. Ты что ж смылся и все не узнаешь старых знакомых? Пусти, сегодня мне некогда. Вот как. Антуан, передай мадемуазеле Мельене де Бушан-Си из операконника, что я задерживаюсь. Садись и поедем в Кабачок-де-Ля-Клёш. Надо потолковать. Садись и поедем в Кабачок-де-Ля-Клёш. Садись и поедем в Кабачок-де-Ля-Клёш. Садись и поедем в Кабачок. Пойдем с лакеями. Это все не мое. Я только делаю вид, что я богат, а в кармане, как у тебя. Так я тебе и поверил. Ты мне не ври. А то донесу на тебя и весь разговор. Слушай, есть одно дело. Но только ты потом оставишь меня в покое? Видно будет. Ты видел дом, откуда я вышел сегодня? Хозяин богат как черт. В субботу он уезжает в свою загородную резиденцию в сопровождении всех слуг. В его кабинете секретер, набитый доверху. Нарисуй план дома. Вот здесь вход. Графа Монте-Кристо предупреждают, что его собираются ограбить в ночь субботы на воскресенье. Что ты там пишешь, сокровище мое? Другу угрожает опасность. Хочу предупредить его. Слово ночь пишется с мягким знаком или без? Ща на конце моей радости. Уже половина двенадцатого. Все приготовлено. Если мои расчеты верны, взломщик явится в сопровождении еще кое-кого. Ты побудь на первом этаже и предупреди меня в случае чего. Вы верите в анонимные письма? Конечно. Да еще, если их автор не в ладах с орфографией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И второй появился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, кадрус. А ват Бузоне? Я знал, что увижу тебя еще раз. В первую нашу встречу я дал тебе деньги И помнишь, в ту же ночь ты отправил на тот свет несчастного ювелира В следующую встречу я вызволил тебя с каторги И вот ты стал вором До чего ты дошел, кадрус? Вот до чего тебя довела Твоя безудержная жадность и сомнительное честолюбие Это верно, дважды мне в жизни везло Дайте мне последнюю возможность Буду всю жизнь восполнить Я погиб, если попаду в полицию А ты, кадрус, ты никогда никого не выдавал полиции? Не ты ли упрятал однажды в тюрьму невинного человека? В замок Ив? А вы ведь вы знаете Это Дантес вам сказал Да, это мои кровь дела Но за эту подлость судьба уже покарала меня И довольна, я начну новую в жизнь Это правда? Провалиться мне на этом месте, клянусь Хорошо, я предоставлю тебе третью возможность Ну, мерзавец! Ну вот, все, зовите теперь полицию Не в моих правилах звать полицию, убирайся вон Пока я с тобой не расправился Значит, вы... я могу идти! Но имею в виду Ты останешься в живых, если доберешься домой Вон отсюда! Ну что ты на меня уставился? Не может Не может быть С того света не возвращаются Убирайся! Пропустите его Так я побежал Прощай, кадрус Не следовало отпускать Вы его простили Пусть Бог решает А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Скорей, скорей. Я, я узнал его. Узнал это Бруно. Он бежал вместе со мной с каторги. А сейчас его зовут теперь Виконте Кавалька Кавальканди. Господин граф де Монте-Кристо. Простите, что побеспокоил вас. Убийство совершено около вашего дома. И на стене обнаружены следы, ведущие в сад. Я вынужден допросить вас в качестве свидетеля. Случай банальный, но я решил заняться им сам, потому что давно не разбирал дело об убийствах. Скажите, у вас ничего не украли в доме? Деньги, картины? Абсолютно ничего. Значит, ссора произошла до ограбления. Вероятно, из-за добычи. А с этим, как его кавалькантии, вы знакомы давно? Со дня приезда его в Париж. Он еще очень юн, и я просил бы вашего снисхождения. О, не рассчитывайте на это. Я уже однажды встречался с ним. Да, и, кстати, у вас. По-моему, это мерзавец первостатейный. Есть одно смягчающее вино обстоятельство. Его в раннем детстве бросили родители. О, эти песенки мы слыхали. А может быть, это правда? Возможно. Так или иначе, я намерен требовать для него смертной казни. Вот он. Смотрите, смотрите, может быть. Убийцы. Подсудимый, встаньте. Ваше имя, фамилия, год и место рождения. Мое имя, господин председатель? Какое? У меня их много. Сначала меня звали Бруно, просто Бруно. На каторге я получил нежное прозвище «мелкий бахостник». Потом кому-то понадобилось, чтобы я назвал себя Виконтой Кавальканти. Виконт, а? С моей-то мордой. Только свыкся из виконтов погнали. Так что вы выбирайте сами. А мне на мое имя наплевать. Ведите себя прилично, вы в суде все-таки. Вы родили. Господин председатель, поскольку его родители бросили в детстве, ответы по судимому будут весьма условны. Хорошо. Подсудимый, вы заявили, что вас заставили называть себя Виконтом до Кавальканти. Суд хочет знать, кто именно заставил вас это сделать. Отвечайте, Бруно. Граф де Монте-Кристо. Неожиданное заявление. В его правдивости легко удостовериться. Граф Монте-Кристо проходит как свидетель. Введите свидетеля Месье де Монте-Кристо. Я вынужден просить вас назвать свое имя, фамилию, дату и место рождения. Граф Эдмондо Монте-Кристо. Родился в Марселе 21 сентября 1793 года. Вы должны говорить суду правду. Только правду. Чистую правду. Поднимите правую руку и поклянитесь. Клянусь. Подсудимый утверждает, что по вашему требованию он стал называть себя Виконтом до Кавальканти. Это истинно и правду, господин председатель. Но в таком случае вы являетесь сообщником отсудимого. В присвоении чужого имени я соучастник. Это несомненно. Но мое соучастие этим и ограничивается. Какие же намерения побудили вас действовать столь странным образом? Ответить значило бы дискредитировать, обесчестить одного всеми уважаемого человека. Назовите его. Не спрашивайте меня больше, господин председатель. Мой ответ может вызвать скандал. И этот скандал коснется некоторых высокопоставленных лиц. Суд не устраивает намеки, а уж тем более, если они не обоснованы. И святая ваша обязанность рассказать суду все, что вам известно. Тот, кого зовут Бруно, родился в ночь на 28 сентября 1817 года. На улице Фонтен, дом 28. Вы, однако, хорошо осведомлены. Каким образом вам стали известны такие детали? Это могут подтвердить три человека, находящиеся здесь в зале. И я просил бы вас, господин председатель, допросить этих людей. Защита присоединяется к этой просьбе. Речь идет о месье Бертучево, мадам Пикар и месье Мюррей. Все трое подойдите сюда поближе. Как вас зовут? Бертучево, родился в январе 1790 года в Бастиа, метро де отель. В настоящее время на службе у графа де Монте-Кристо. Расскажите суду, что вам известно о подсудимом. В воле судеб в ту памятную ночь я находился в саду названного дома на улице Фонтен. Зачем вы туда пришли? О, с единственной целью, а покрасть дом. И на показаниях этого закоренелого вора строить свои дома, уважаемая защита. Если бы все воры были бы такими, как я, вы бы не заработали даже на хлеб, господин прокурор. С вашего позволения, в ту ночь я ничего не украл. Я увидел в саду человека, закапывающего живого новорожденного ребенка. Когда он исчез, я откопал ребенка, ребенок был жив. Господин председатель, я полагаю, свидетели свободны. Господин председатель, человек, который видел ту прискорбную ночь, месье, отец ребенка, я клятвенно подтверждаю это. Он называл себя барон Дангляр. Ха-ха, мой папочка барон Дангляр, неплохо. Однако имя барона Дангляра, имя вымышленное. Отцом несчастного ребенка является мсье Девильфорд, господин королевский прокурор. Тише, иначе я прикажу очистки к залу. Мсье Девильфорд, вы должны отвести это чудовищное обвинение. Господин председатель, все это соответствует действительности. Я признаю себя виновным и полностью отдаю себя в распоряжение королевского прокурора, моего принятника. Можешь считать, что твое дело выиграно. Судебное заседание окончено. Стража, пусть ты подпишешься. Стража, пусть ты подпишешься. Стража, пусть ты подпишешься. В чем я перед вами виноват? А вы вспомните моряка, которому вы пообещали свободу и которого без суда по собственной воле обрекли на пожизненное заключение в день его и вашей помолвки. Прощайте, Мседвельфор. Мседвельфор Господин Мседвельфор сошел с ума, и он при смерти. Наверное, мы его больше не увидим. Это граф де Моуте Кристо затеял всю эту историю. Но что с вами? Неужели вас так взволновало это несчастье? Нет, ничего. Все нервы. Устала. Забыть бы Париж, забыть бы все. Альбер, уехать бы нам в деревню куда-нибудь. Отец не сможет поехать, у него сессия в палате Перов. И потом, стоит ли покидать Париж из-за какого-то скандала? Нам ведь ничего не угрожает? Да, ты прав. Вчера скандал во дворце юстиции. Сегодня скандал в палате Перов. Это не слых. Вы посмотрите сегодняшние газеты. Да вы почитайте сегодняшние газеты. Посмотрите, что там пишет. Хотел бы я попасть на сегодняшнее заседание? Да, посмотрите, как он войдет в клетку со львами. Кто? Мседвельфор? Да нет. Мседвельфор – это уже старая история. Теперь пришел черед мсье де Марсера. Андре, передай мне газету. Мсье де Марсер не отважится здесь появиться. Разоблачение газеты импортиале, вся эта компания в прессе – это не случится. Мсье Мондего, все ваши друзья с вами и наши симпатии на вашей стороне. Слишком много себя позволяют эти господа журналисты. Мы думаем, что вернулись времена республики. Господа, заседание открыто. Я прошу слово по поводу компании в прессе, которая оскорбляет честь всей палаты. Прошу вас. Я желал бы знать, что намерен предпринять мсье де Марсер в ответ на обвинение, выдвинутые против него газетой «Абортиал». Но, может быть, господину де Марсеру необходимо подготовиться к ответу? Нет, сударь! Ошибаетесь, мне отсрочки не надо! Чтобы отразить нападения, начатые против меня врагами, имена которых мне отличны и известны, я прошу начать обсуждение немедленно. Согласны ли с этим палатом? Господин де Марсер, предоставляю вам слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Господа, генерал в 36 лет, дважды раненый, я всю свою жизнь посвятил борьбе за величие моей Родины. И вот какая-то газета позволяет тебе сомневаться в моей честности. Но мы все знаем, что за этой газетой скрывается один человек, некий иностранец, чье баснословное богатство остается для всех загадкой. Господа, в выборе между им и мной вы не будете колебаться! Меня обвиняют в измене, утверждают, будто я выдал Пашу из Янины, у которого я служил советником. Чтобы всем было ясно, насколько мне доверял Паша из Янины, мне достаточно сказать, что, умирая, он доверил мне судьбу своей дочери Гайде. И что же с ней стало? К несчастью, она умерла от черной оспы. Она умирала на моих руках, среди пустыни, голой, безводной. Это было давно, и свидетелей я представить не могу. У него есть свидетель месье де Морсер, и он хочет, чтобы его выслушали. Я нисколько не сомневаюсь, что он сумеет доказать полную невиновность нашего коллеги. Я предлагаю его выслушать. Господа, вы согласны? Нет! Месье де Морсер, вы можете вернуться на свое место. Прошу вас, пригласите свидетеля. Какой-нибудь самозванец. Все свидетели умерли, к сожалению. Мадам, скажите, пожалуйста, кто вы? Гайде, дочь Али Тибелина, Паши из Генины. Вы можете доказать достоверность своих слов? Да. Вот акт о моем рождении. И договор о продаже принцессы Гайде работорговцы Эль Кабиру, офицером Фернаном Монде Гор. Месье де Морсер, узнаете вы в этой девушке дочь Паши из Генины? Нет! Ах так? Но зато я тебя узнаю. Это ты предал моего отца, ты убил его и продал меня в рабство. Посмотрите на него! У него на лбу кровь моего отца! Проследование! Проследование! Это неслышанное оскорбление! Вы признаете свою вину, отказываясь от проследования. Просто, чтобы начать проследование, господа. Мадам, вы можете идти. Комиссия по расследованию выслушает вас завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... КОНЕЦ Милостивый государь, я требую от вас объяснений Объясняться в опере? Я хочу, чтобы весь Париж знал, что вы ваши любовницы, ваша газета лгут Мой совет, не возмущайтесь напрасно Я вам вполне сочувствую, мседа Марсер, положение ваше незавидно Вы лгун и трус, сударь! Ваши друзья найдут меня дома после спектакля Мсье, я к вашим услугам Итак, завтра утром в Винсенском лесу, на пистолетах, 20 шагов, стреляться насмерть Я ждал вас, вы не могли не прийти этой ночью Вы пришли просить, чтобы я пощадил завтра утром вашего сына, не правда ли? Да Вы будете плакать, предаваться воспоминаниям Я хотела бы И, наконец, попытаетесь убедить меня, что вы готовы поехать со мной Да Сейчас уже слишком поздно, Мерседес Дуэль назначен на завтра, на 8 утра И я должен явиться Но ведь я признаю свою вину Правда Фернан обманул меня, сообщив мне, что вы расстреляны И я никогда не смогу простить ему эту ложь Но мы ведь друг для друга были потеряны Вы были в тюрьме А по чьей вине? Вот, читайте Из-за этих злосчастных 10 строчек я пробыл в тюрьме 17 лет Отец мой умер в нищете А ту, которую я любил, потерял навсегда Но это ведь анонимные письма Более того, вдвойне анонимные Его начал Кадрус А закончил Фернан Мондего Ваш муж Значит, все потеряно Вы никогда Не простите, Эдмон Этого нельзя простить Я мать Эдмон И завтра Мой сын будет убит человеком, которого я Какая страшная предстоит мне ночь Который час? Два часа Еще шесть часов Я хотела просить вас, но чувствую, что не смогу Мерседес, вы так не уйдете Я обещаю вам, что ваш сын вернется домой невредимым И вы навсегда освободитесь от меня Если я промахнусь, можно быть уверенным, что он-то уж не промахнется Он стреляет вторым Вы мне обещаете, что он не будет убит? Обещаю вам это Благодарю Субтитры сделал DimaTorzok Месье де Морсер предупредил, что присоединиться к нам здесь. А вот, кстати, и он. Большая глупость скакать верхом перед дуэлью на пистолетах. Без головного убора? И во фраке. Я хочу переговорить с Месье де Монте-Кристо. Но это противоречит всем правилам. Вы хотите говорить наедине? Нет, при всех, господа. Месье де Монте-Кристо, я не знал всей правды, когда вчера оскорбил вас. Я обо всем узнал лишь сегодня ночью. Я приношу вам свои извинения за ту низость, которую совершил лейтенант Фернау Монте-Кристо 23 года назад. Хочу думать, что мои секунданты не считают меня трусом. Если кто-нибудь сомневается в моей храбрости, я готов доказать ее любому. Дорогой де Морсер, мы могли бы проститься здесь. Я еду с вами, де Морсер. Войдите. Вас желает видеть господин де Морсер. Морсер, мой сын отказался драться с вами. Надеюсь, вы не откажетесь дать удовлетворение его отцу. Я к вашим услугам. И немедленно. Взгляните на меня. Теперь вы знаете, что это Эдмонд Дантес обезоружил вас. Эдмонд Дантес. Проводите, господин де Морсера. Двери моего дома отныне для него закрыты. Вы готовы? Сейчас. Граф де Морсер, исключен из палаты Перов. У нас уйма денег, контракт подписан. Все в порядке. Ваш сын становится морским офицером. И черт меня подери, если через 5-6 лет я не стану капитаном. Когда ты отплываешь? В пятницу. Куда? В Египет. Через Бастию, Мальту и Триполи. Да, маршрут не меняется. А что, господин офицер, буду делать я? А вы будете ждать меня вот здесь, у этого открытого окна. Я привыкла. Всю мою молодость я ждала у этого окна. Глядя на море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok